Звонки в любую часть страны без переплат. Если раньше это было преимуществом, теперь обязанность всех мобильных операторов. Внутрисетевой роуминг в России канул в лету. Причем по всей стране, включая Крым и Севастополь. Напомню, раньше люди за звонки из чужого региона платили в разы больше, чем из дома. От 6 до 10 рублей за минуту. Причина была простой. Операторы связи платили своеобразную аренду за использование сетей другого оператора. Но с развитием инфраструктуры сотовой связи эта надобность отпала. Антимонопольная служба посчитала, что роуминг внутри страны не имеет экономических и технологических обоснований. Но как бы ни старались операторы сотовой связи, а вышек все еще не хватает. Знаю не понаслышке, так как являюсь водителем, езжу много по нашей великой стране. И в некоторых городах далеких, да, просто не то, что мобильная связь не работает, даже радио недоступно. В таком случае спасти может таксофон. Несмотря на то, что некоторые считают их вымирающим средством связи, с него всегда можно позвонить. Если, конечно, у вас есть специальная карточка с пополненным балансом. Не нашли такой в кошельке? Не расстраивайтесь, теперь она и не нужна. С 1 июня звонки с общественных таксофонов стали бесплатными. Кстати, их у нас в регионе не так уж и мало. Почти 5000 и находятся они практически в каждом населенном пункте. Отвлечемся от звонков и поговорим об автомобилях, точнее об их тюнинге. Без оформления в ГАИ теперь нельзя устанавливать газовые баллоны, фаркопы, багажники и даже нештатную резину. Иначе автомобиль попросту могут снять с учета. Но не стоит паниковать раньше времени и бежать откручивать детали. Все изменения в конструкции нужно оформить документально. Правда, для этого потребуется экспертиза в специальной лаборатории. Исключение для автолюбителей, которые предпочли газ, бензину. Если оборудование было установлено в сертифицированном сервисе, проблем с его регистрацией не будет. Не будет считаться изменением в конструкции, например, установка багажника на крышу, если он предназначался для этой марки автомобиля. Если же вы захотите на легковой ВАЗ поставить багажник от УАЗа, то в полиции вам могут отказать в регистрации транспортного средства.